Обеспечить безопасность детей на новогодних елках. Такую задачу поставил Аман Тулеев перед всеми службами региона. Во всех городах и районах в праздничных мероприятиях примут участие 280 тысяч детей. Поэтому до начала массовых мероприятий губернатор поручил тщательно осмотреть все помещения, проверить запасные выходы, чердаки, подвалы. Коридоры, проходы и выходы из зданий предназначены для эвакуации людей. Лестничные площадки должны быть свободными, двери из помещения во время проведения мероприятий, не запертыми на замки. Во время проведения мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель, воспитатель, спасатели. В помещениях важно обеспечить тепло. Аман Тулеев потребовал от глав территории лично проверить все основные объекты, где планируется проведение будущих новогодних торжеств. И предупредил, что каждый из глав несет личную ответственность за соблюдение безопасного режима. В случае нарушения правил не давать разрешения на проведение новогодних елок. Родители должны уводить детей, если возникла хоть малейшая опасность. Новогодние елки на улице и в помещениях должны быть надежно и безопасно закреплены. Снежные городки, ледяные горки, катки должны соответствовать всем требованиям безопасности. Их конструкции и материалы не должны включать колющих предметов, исключить торчащие гвозди и ямы. Тулеев подчеркнул, что на главной площади каждого города и района, где есть новогодние елки и снежные городки, надо организовывать бесплатный чай на травах со сладостями для детей, чтобы они могли согреться и сохранить здоровье. На Новый год и Рождество необходимо с особым вниманием позаботиться о детях, находящихся в детских домах и стационарных медучреждениях. Губернатор поручил организовать утренники поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Все дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или находящиеся в больнице, должны получить новогодние подарки. К этой работе Тулеев призвал подключиться предпринимателей.